Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве вводят новые ограничения. Они будут действовать с 13 ноября по 15 января следующего года. Школьникам, которые переведены на дистанционное обучение, рекомендуют соблюдать домашний режим и сократить поездки по городу. Студентов колледжей и вузов тоже переведут на учебу онлайн. Их транспортные карты заблокируют. Театры, кинотеатры и концертные залы можно заполнять максимум на четверть от общей вместимости. Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия со зрителями запрещаются. Ежегодный фестиваль путешествия в Рождество отменен. Не состоятся и традиционные новогодние елки, но улицы и площади украсят праздничной иллюминацией. Проведение массовых физкультурных и спортивных соревнований с болельщиками возможно, но только при согласовании с органами власти. Всем организациям, где граждане присутствуют лично, рекомендуют ввести систему регистрации номеров телефонов. Если у одного из посетителей обнаружат коронавирус, то у всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест. Временно перестанут работать детские лагеря, детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. Но развлекательные мероприятия на открытом воздухе по-прежнему разрешены. В Подмосковье продажу льготных билетов студентам вузов и колледжей отменят с 16 по 29 ноября. Массовые мероприятия на новогодние праздники тоже проводить не планируют. В следующем году в московских школах откроются медиа-классы. Новый проект включает шесть направлений. Медиа-журналистика и медиа-коммуникация в социальных сетях. Пиар и связи с общественностью, а также теле, радио, фото-журналистика. Проект поможет сформировать навыки, необходимые для жизни и работы в современном мире. А еще с помощью практики поможет выбрать профессию. Партнерами проекта выступают лучшие вузы столицы – МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, ГИТИС, Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и многие другие. Школьники пройдут практику в вузах-партнерах на факультетах журналистики, медиа-коммуникации и связи с общественностью, а потом выберут стажировку в компаниях или СМИ. В медиа-классы примут учеников с высокими оценками по литературе, русскому и английскому языках и обществознанию. В Швейцарии группа альпинистов поднялась по ледяной пещере. Такую воронку называют мулен. Он образовывается летом, когда ледник начинает таять. Поток теплой воды движется и пробивает тонкий слой льда. Глубина шахты может достигать 100 метров. Цель альпинистов – восхождение на вершину горы. Это не только вид активного отдыха, но и профессиональный спорт. В России регулярно проходят соревнования по классическому ледолазанию, а также скайраннингу. Это высотный бег и преодоление препятствий в горах не ниже 2000 метров. В Ирландии нашли капсулу времени с надписью на русском языке. Оказалось, ее оставили в районе Северного полюса в 2018 году. Металлический сосуд попался паре серферов во время прогулки по пляжу. Поначалу ребята подумали, что это бомба, и испугались. Но когда перевели надпись, поняли, что перед ними капсула времени. Внутри оказались фотографии, карта с туристическим маршрутом Арктики, ресторанное меню, письма и сувенирные пробковые подстаканники. А еще в капсуле были контакты одной из путешественниц. Ирландцы позвонили женщине и поболтали с ней. Петербургский блогер Светлана участвовала в полярном круизе на борту атомного ледокола «50 лет победы». Она рассказала, что капсулу закопали в снегу на 90-м градусе северной широты. Русские туристы ожидали, что их послание пролежит там долго. Но капсула всего за два года проделала путь в 4000 километров. Это говорит о том, что льды в Арктике тают быстрее, чем можно себе представить. Находку молодые люди собираются сдать в музей или коллекцию местного паба. Субтитры создавал DimaTorzok